здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала утро ясного дня прекрасного вечера отличного ничего личного я стою сейчас на бывшей улице ленина это библиотека гоголя сейчас здесь татарский центр это была фабрика тут пристроена где сорочки шили почему здесь стало потому что здесь хорошо видно это был детский мир до того как еще он был перенесен на комсомольский проспект вот здесь вот здание орбиты я хочу показать там реконструкцию пешеходной зоны которая называлась раньше арбат но сейчас тоже у нас 22 пешеходные зоны но говорят что вот эту зону до парка до самого парка центрального который назывался имени ленина будут делать но сейчас пока сделали вот эту часть но она была уже просто обновили я перешла улицу вот здесь была фабрика большевичка здесь ее реконструировали но до революции как я говорю здесь были купеческие магазины вот это все надстройка это все новое вот этот угол вообще весь новый только та часть более стари старинная где середине посмотрите темные окна это цун а все остальное пристройка детский парк он сейчас закрыты и вот это детский мир бывший и здесь новая пешеходная зона но если вы посмотрите мои старые видео которые я снимала про эту территорию здесь была арка с этой стороны машины еще ездили становились и а за аркой уже была пешеходная зона и никто уже машины не въезжали никакие здесь вот пристройка детскому миру сейчас это магазин бирюса а это вот так называется такие вот скамейки пост поставили сейчас я скажу в начале что мне не нравится а потом буду просто показывать я уже здесь было мне не нравится что где были скамеечки сейчас поставили качели но это ладно тенечек там деревья тут деревья были скамеечки теперь скамеечки перенесли ближе к середине здесь были клумбы сейчас какие-то тоже мне не нравится я скажу сейчас начале что потом не было я свое мнение на своем канале должна все-таки высказывать вот эти вот посередине круглые горшки мне не нравится в начале здесь стояли ели очень высокие ели и я смотрела в новостях видео там тоже насчет этих деревьев было сказано а когда открытие их убрали спросили жители нашего города почему убрали потому что закрывает вид а вы когда ставили не видели понимаете ели начальник этого строительства сказал что это было так задумано но все это нелогично сначала посадить а потом выкопать все больше ничего еще мне не нравится яйца я их покажу в основном больше ничего и что скамейки сместились ну сейчас вот вечер они в тени а днем они будут на жаре летом вот этого мне кажется не надо было это по по моему мнению а так обновили все новенькое все красивенькое посмотрим здесь детский парк посадили розы но будем надеяться что они примутся магазин мебельный здесь дальше 30 гвардейской сквер его не тронули обновили только бассейны с водой и скамейки я уже тоже показывала были очень удобные скамейки закругленными вот под колено и так спинки закругленные теперь все прямые но может это сейчас такая архитектура но молодежь я спрашивала интервью брала всем понравилось ну вот мне нравится что посадили туи розы посмотрим летом что будет но розы то и должны у нас расти но это не туи а как бы стелющиеся но не все равно классификацию меня туи не знаю а нет посадили новые елочки маленькие вот здесь вот в этих горшках как я называю это видите но по ним ходят сидеть здесь оно предназначено для сиденья я никогда не сяду как вы знаете видите здесь елки были елки не такие маленькие а выше человеческого роста большие маленький фонарь большой фонарь но то что новое это конечно хорошо но по крайней мере это лучше чем был парк парк вообще была катастрофа какая-то здесь какие-то кустарники посажены но осенью посадили розы по моему посмотрим приживутся ли они весной сейчас у нас декабрь месяц снега нету плюсовая температура видите я считаюсь не очень маленького роста среднего роста это мне очень высоко приходится подпрыгивать на на цыпочки вставать чтобы сесть на эту скамейку их всего четыре этих скамеек она этих вот представляете летом жара я например не буду сидеть придется ходить 30 гвардейскую я здесь бываю часто там на углу продают мороженое беру мороженое здесь покушаю отдохну и дальше иду вот возле этого памятника я вот считаю что вот это вот не нужно но уже не буду говорить что я считаю все пройти яйца и сказала в начале вот эти вазоны были здесь еще такие на ножках были вазоны это гранитные мне нравилось раньше это памятник элехану бакихану вот года жизни он был один из руководителей алаш-орды а как вы знаете алаш-орда это симпалатинской области тогда называлась симпалатинская область 200 чем-то лет она называлась так а теперь называется по-другому но не будем об этом у меня не политический канал так вот раз два три четыре все качели закончились в основном вот здесь вот были лавочки под этими деревьями и было очень хорошо отдыхать здесь клумбы были но неплохо было сейчас тоже хорошо посмотрим что будет летом вот инсталляция такая дети молодежь взрослые семей написано на английском языке мы же в англии живем или в америке у нас все на английском а я изучала в советское время немецкий поэтому буквы я немецкий только знаю вот такие фигурки типа объемные 3d из железа тут подсветка ночью наверно горят эти 30 гвардейская лежаки вот но моря у нас никакого нету лежаки они все короче молодежь ногами тут листьев нету вот здесь проектный институт который занимает только один этаж остальное другие конторы нотариус там написано еще какие-то восток консалдинг остальное мелко не видно вот смотрим и любуемся сегодня солнечно но с утра было пасмурно камни откуда то привезли вот знаете не знаю молодежь наверно не знает герб нашего города вот это я считаю это символ алматы яблоки а у нас же символ верблюд герб нашего города верблюд но нигде нету в городе яблоки конечно здесь ни при чем если бы посадили яблони было бы весной очень хорошо вот в старом сквере 30 гвардейской яблони в основном тут опять яблони я вначале не показала там сирень и тоже дерево с голубями тут яблони объемная 3d сейчас вот так вот возьму ну не видно наверно здесь магазины тоже розы посажены и вот такие вот растения не знаю как называется в интернете встречались но название не запоминаю мнение огорода ничего нет поэтому этот вот дом был отреставрирован еще и раньше он старый видать охраняется государством и он продолжается до куйбышева вот этот вот арбат оля конечно это никакой не арбат вот для детей здесь площадочка вот ребенок катается я считаю это гамак как он называется гамак круглый здесь вот поставили такие такие каменные ну с цемента наверное сделаны теннисные столы два стола скамеечки придется наверно здесь сидеть в тенечке очень такой клен могучий но видать сто лет это точно ему есть здесь еще вот стоит строительное где они делали может быть что-то будут еще делать здесь был раньше суд регистрация браков была сейчас по моему по делам несовершеннолетних вот это здание и вот здесь вот маленький уголочек для детей детские лазалки горки мягкое покрытие вот такие елки посредине стояли задали вопрос а куда делись елки начальник строительства сказал ну этой площадке он сказал это не предусмотрено а зачем тогда садили если не предусмотрено вот такие мотоциклы детские качалки ну наверное летом здесь будет много ребятишек вот здесь вот конечно функцию они несут вот эти яйца их называю яйца чтобы машины не ездили это я понимаю возле памятника не понимаю сидеть зимой холодно летом жарко здесь также находится раньше общежитие сейчас написано студенческий дом хаус на английском языке здесь студенты которые приехали с разных стран вот видите машины едут и чтоб туда не заезжали там видите яйца положены ну это правильно а здесь проезжая часть видать а я думала прям до самого Куйбышева вот видите написано студенческий дом медицинского университета сейчас это называется университет я обошла это место хочу в парк 30 гвардейской зайти немножко прошла хочу вот эти скамейки показать забыла когда в ту сторону шла но здесь будет тенечек хорошо будет хорошо будет летом здесь на скейтах будут кататься на электросамокатах на электросамокатах будут кататься еще знаете катаются я здесь видела на одном я не знаю как это называется напишите в комментарии на одном колесе электрическая такая штука вот сюда хочу пройти если посмотрите старые мои видео годовой давности я часто здесь бывала другие скамейки были более удобные ну что ж придется на этих сидеть урны мне нравятся урны новые хорошие большие но они сделаны конечно литые ну под камень сделанные внутри такая алюминиевое ведро так голуби напротив дом сталинский где была бакалея сейчас там сделали отреставрировали за лето и мамина солнышко магазин все для детей ну для новорожденных вот эти вот бассейны обновили здесь и поставили скамейки новые а вот здесь вот урны такие же остались а там заменили а здесь такие же вот памятник солдату солдату голубей здесь их кормят и ребятишки маленькие бегают и они не боятся много вот там за деревьями дом был цветочный магазин роза туда не пойду когда там прохожу всегда говорю так ну здесь в основном все хорошо сделано поэтому не надо было солдат отдает жизнь за свою родину знаете тоже хочу показать клен это что-то с чем-то смотрите какой могучий ветки сплелись такой сказочный и огонь вечный он горит не гаснет но иногда когда видать баллон заканчивается или что бывает что нету а так потом заправляют и снова это девушка на лошади скачет и провозглашает победу напротив гостиница Семипалатинск на этом хочу закончить свое видео подписывайтесь на канал если хотите смотрите мои видео если хотите будьте живы и здоровы и всемирного неба над головой и всемирного неба над головой Продолжение следует...